Очередь Evil Geniuses выбирать героя Прекрасный защитник Я понимаю, ставка MVP Так, что со сларком будут катываться на профит И детально ее убивать А Шики как раз специалист против трех прорывов И с возможной вероятностью сможет С лагой накрывать Осталось 10 секунд Приготовьтесь к битве Я бы даже сказал, что все турниры, которые идут МП будет играть на инвокере Фареф на Дарксире Бунт на Вичдокторе Фэбби на Тускаре И Кьоа на Сларке И в свою очередь команда ЕГЭ Пипити забирает суппорт Шейкера Сумаил стоит на Death Prophet в миде Юниверс будет играть на Фурионе Эфир забирает себе Визажа И Артизи играет на Кэридро Рейнджер Посмотрим за расстановочкой линий Вот та самая старая добрая схема Evil Geniuses Которую они еще вместе с Сао исполняли Он довольно-таки любил таких сильных саппортов Которые вставляли фарм И как сегодня уже Смайл, например, отмечал Что здесь такая схема следует Сначала фармит один герой Это Потом она уходит Оставляет фарм в Визажу И уже потом в плейте Сама подключается Тоже дофармив какие-то артфакты Но в этом многие команды, в принципе, видели некую слабость Потому что, как правило, когда Визаж остается на легкой линии Его там никто не прикрывает Это такая слабая цель Посмотрим, как MVP с этим справится Ну, пока что у нас Визаж с Дроу Рейнджер на лайне Шейкер будет румить, судя по всему Ну и сверху Нетчерс Профит пытается как-то развлекать Сларка и Вич Доктора Ну и здесь такая вот трипла Саппорты, на мой взгляд, выглядят Поначалу немножко поопаснее MVP Это касочки, это сношарды Очень опасно От этого тяжело убегать Довольно-таки И самое главное то, что Вич Доктор своими касочками Останавливает пеньков Он не позволяет им выпуливать Допустим, Больший Хурс Может быть, Крепков И таким образом, Юниверс пока стоит первого уровня И подходим не дают Да, как и Колба ЦМки На Крепов каски действуют гораздо дольше, чем на героев Но и здесь такая отличная контрапта Потому что они отскакивают несколько раз Как правило, по одному из каждому пиков Девают И пять секунд тана Этого хватает для того, чтобы расстрелять спокойно Получить дополнительную голду И самое главное Не дать ничего сделать на лайне Вот сейчас Фариону нужно будет Обязательно следующим доходом Постараться выпулить Юрс И если у него это получится сделать То, скорее всего, он сможет получать экспул Потому что сейчас мы видим То, что Таск сделал малый пул Линия вернулась к Сларку назад И вот теперь нужно стараться Тем временем в миде у нас была Попытка атаки на инвокера Но Шейкер просто не попал фиссуры Он не то, что не отгородил Стороны, с которой нужно Он просто не попал И инвокер спокойно шел Но пока что Профит доминирует Ну, Аура Траксы свое дело делает Ой-ой-ой Сейчас было очень опасно Если бы был Фэбби Смерти большие Нет Ну, что у нас происходит Шейкер продолжает двигаться по миду Он продолжает защищать дес-профит И, возможно, именно из-за этого Ну, как бы инвокер стоит в защитной позе И не выходит То есть продолжает чисто кейс Из-за того, что это кваслекс инвокер Он И вот крипов не так хорошо И пока Сумейл его делает вообще без шансов У них разница почти в 20 дэмэджа Это очень много Да, и МП тут еще вынужден все время Так, вот ППД Не той стороны закрыл Это, в принципе, смерть инвокера Хотя есть тут возможность Вкачать инвиз и убежать В любом случае Пока что МП терпит Но терпит Более-менее достойно То есть что-то еще Удается ему убивать И как минимум не фидит Но, конечно, Аура Дроу Рейнджер и Шейкер Как ты сказал Здесь сказываются Слишком серьезно На нижней линии у нас Дарк Тир уже Получал довольно серьезно И приходится ему идти на фонтан Но взял третий левел И с третьим левелом Уже может начинать Подфармливать какие-то компы Но пока что он решает Вернуться на линию Ни в коем случае нельзя Дроу Рейнджер здесь остаться Но она просто Ну, спушит вышку Рейнджовый герой Довольно-таки С суровым дэмэджем На миде Сумаил Пошло нападение на МП Здесь же рядышком Шейкер Закрывают Сумаил Играют очень аккуратно Потому что у Сумаилы Есть еще один сифон Есть полный боттл Да, и все-таки Понимают прекрасно Что он пока что Покажет этого инвокера Который вначале Чуть просел Но посмотрим Как будет догонять Шейкер еще классно Создает иллюзию того Что может быть Сумаил один Может быть стоит На него напасть И попробовать задавить Но инвокер Он прекрасно понимает Что раз Шейкер Сверху Нет его снизу И Дарк Сир Мы видим Что может подходить крипам Крипам И кидать свои щиты Значит он тусит в миде Поэтому он просто харассит МП Вот еще раз немножко Немножко Выбирался Выходит Хурион А вот Хуриона Он видимо не ожидал И это фраг И это ферст була Достается Ивилджиниус Также закрывают Фебби У Фебби есть танк Он проедает Но оказывается Заперт В итоге 1-0 Повели МП здесь Несколько агрессивно Сыграл Ошибся И наказали его Ну Шейкер Пока что отыгрывается На все 100% Постоянно держит Инвокера в страхе И за малейшую наглость За малейшую ошибку Показывает Плюс еще и Фурион Вот этот мобильный Пока что Ивилджиниус Несмотря на то Что мы сказали Что они здорово Играют в оборонительную доту Но Как сказать Против агрессии Они здорово Играют в оборонительную доту Но если ты Как-то не очень хорошо Поставил линии Они чувствуют твою слабость Они тем Обязательно воспользуются Ну я вот сказал бы Что они очень любят Навирать всех героев Которые больно бьют ТВР И каждый раз Когда ты идешь Их пушить Вот как делали Нави Каждый раз Когда ты стараешься Хоть как-то Навязать им свою драку Они убегают На другие линии И начинают Лупить твои-то вратам И то что ДПС у них много Ты естественно Вынужден возвращаться Стараться их как-то ловить А именно в этой игре Кошки и мышки ЕГЭ невероятно сильны Наверное Одни из самых сильных Представителей Такой хороший У них получается Сплит И ну данный пик Вообще не пересплит Потому что Байнша с одной стороны Нечерс Профит Так еще и Визаж плюс Дроу Рейнджер Все бьют невероятно больно Почти идеальный Посмотрите В нем есть почти все Так и нападение Нападение пошло на Фарева Фарев есть уже первый вакуум Для того чтобы ломать деревья Спокойно должен ломать деревья Также ускоряется Успевает кинуть на себя Сурдж Выходит в этот момент Двое саппортов Фарев съедает Ферри Файер И тут за ним дальше Нападение в ответку на Визажа Уб** 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 Переключается вовремя На Дроу Рейнджер Поднимает воздух Дроу Рейнджер Начерс Профит Это взрывает дробку Взрывает Фуриона И остается только Визаж Который бекстом Спасается через лица Великолепный выход От цартов Здесь просто Царский Фарев забайтил Блестящая игра От Фареев Потому что Ну видимо они увидели То что нет танго И скорее всего предполагали Что убьют его наверняка Но благодаря тому Что он взял вакуум на единичку Это его спасло Блестящий айтем билд Точнее Блестящий скилл билд Да это действительно Очень здорово было Так вот Хорошо по таймингу Сложилось Плюс и инвокер Подтянулся И инвокеру Это тоже было Очень важно Потому что он Такой легкий Камбэк против Дальши делает У нее 36 крипов У него 23 Но сейчас он забирает 2 кила И Ну по нетворсам Давайте уже на них Переключимся Мы видим что Да Больша впереди Но он занимает 3 место И в принципе Все более-менее Все более-менее Неплохо Все-таки стоит отметить Что Дроу Рейнджер Это персонаж Довольно слабый Если тебе удается До нее как-то добежать И Ее само Ты атакуешь Потому что У нее нет никаких Танк способностей Танковых обилок Она проседает От нюков От Эмэджа с руки Даже Тоже побежал Тасик Да Находит И Вич доктор Здесь же О ну Вот так вот Сплитится Летит сюда Фурион Для того чтобы Создать чисто Преимущество Дуба просто Пытается сделать Телепорт Уходит Миром разошлись Никто здесь Сендов не извлек С одной стороны Они никого не убили С другой стороны Вылазка была На Дорксира Поэтому все живы Разошлись Миром Так Карасит Баншу Банша Естественно Она выживает Ноль урона Наносит ей Эмп Инвокера Потому что Она сразу С вармка Стоит Без маны Специально Для этого Ну практически Не было тут Маны Я не думаю Даже что Специально Но Получилось И сейчас С баунти Руной Довольно-таки Неплохо Может линию Все равно Заспамить Волна Помещающегося Слишком долго Здесь забирали Фарев Заканчивается С турж Фарева Должны убивать Фарева Забирают Также Вичдоктора Попытка Отрезают Ну Вичдоктор Уходит Очень быстро Стремились И здесь Массу времени Выиграл Фир Для Своих Тиммейт И еще Добавил бы Что Без Маледикта Дарксир И ВД Им очень Тяжело Забрать Этого Визажа Особенно Если бы Он был На открытой Площадке И Честно Говоря Даже Если бы Они Все Кинули Идеально Он Все равно Скорее Всего Убежал Ну а С Маледиктом Было Попроще Дамедж Как раз Тот Необходимый Нанес Но В итоге Не удается Забрать Визажа Более того Теряют Еще и На отступлении Одного Героя Плайнера Своего Теряют Вышку Вместе И Егэ Продолжают Давить Единственный Герой Которого Мы пока Не Видим Вообще Это Сларк Он Фармит Да Он Он Фармит С одной Стороны У МВП Есть Мидас И Казалось Бы Они Будут Фармливать Побольше Но С другой Стороны У Егэ Сейчас Пять Героев Имеют Ауру Дроу Рейнджер И Все Они Очень Быстро Фармят Допустим Дэс Профит Выкачивает Своя Лиса Фарион По Кулдауну Фармит Вот Эту Точку Ну И Артизи Забирает Ближайших Два Компа За Такое Нужно Наказывать Иначе Потом Будет Поздно Классическая 4 Плюс 1 И Находят Находят Сейчас КПД Должны Его Забирать Поднимают Возу Закрывают КПД Пытается Дать В ответ Мана Заканчивает КПД Наказывают В общем-то Шейкер Все Навсего Саппорт На Смук Четырых Героев Но При этом План Работает Самое Главное Сларк Фармит Мы Вчетвером Хоть Кого-то Но Убиваем Ну И Теперь Нужно Продолжать На месте MVP Было бы Здорово Весь этот Лет Заставить Вердами И после Этого Каута Принимать Потому Что У ЕГЭ Пока Очень Тонкие Герои То есть У ВИЗ Одни Транквилы 800 ХП У Дез Профит Одни Фейз 900 ХП В принципе Если В это Вкатывается Таск Инвокер Дает Свой Прокаст Почти Любой Герои Умирают Прокаст Пользоваться Шлабенький Хватает Немножечко Не хватает Дарксида Который Нападение Мпп Может Неплохую Фиссуру Сейчас Поставить Мп Дает Ветерки Хорошие Мп Мп Нужно Бежать Вовремя Приключается Ему Также Дают Сурж Нужно Попытаться Сделать Телепорт Пытается Сделать Тп Феби Замедлили Мп Улетит Мп Уходит Мп Подцепили Есть Но 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 Решает Его даже Не Использовать И Идут Дальше За Дуб Дуб Большие Проблемы Но Кажется Выживет Есть Дуб Выживает От Того Героя И Отдают Ветерки Ну Стоит Тоже Отметить Что Пока Что Не Драли Своих Ключевых Лвелов И Артефактов Если Посмотреть На Дарксира У него Все Еще Нет Меки У Него Очень Низкий Левел Для Того Чтобы Драться У него Нет Там 10 11 Левела Ему Тяжеловато Я бы Еще Добавил Что Вообще Не Стоит Ити Именно Пушить Без Ларка Потому Что Если Бегать Ловить Это Можно Делать Втроем Вчетвером На Вардах Когда Вы Видите Противника В большинстве Вы Естественно Отходите А Здесь Немножко План Показали МВ5 Якобы Хотели Разводить Так Вот Вижен Команда Егэ На Ваших Экранах Они Видят В Миде Чуть Больше И Нижнюю Линию Контролируют В то Время Как МВ За Этой Вышкой Поставили Вард И Также Остается Обезопасить Сларка Но Сларк Для них Сейчас Это Все Чтобы Не Урал Сларк И Мы Ждем Когда Уже Кью Начнет К Чуть Отличный Выход На Артизи Который Видимо Их Не Ожидал Получает ЕМП Отличный Колснап Входит Сюда Также Дарксер И Артизи Убили Вот Здесь Ноль Помощи И Плюс Еще Пышку Забирают Да Отличный Выход Ну Так Если Посмотреть То В целом У ЕГЭ Нет Таких Крутых Героев Которые Могли Был Оказать Очень Хорошую Помощь Разве Что Шейкер Даст Писсуру Но Какого-то Даззла Оракла Или Шаду Демона Нет Поэтому Лучше Всего По крайней мере Артизи Играть Очень Аккуратно Он Может Обжать Вот На Поглубь В лес И Сларк Пользуется Этим У него Топовый Нетворс На Карте Он Еще И Фармит Зипеньков Подходит Больша У Больши Нету Сайланс И без Сайланс Я не знаю Как он будет Очень Жесткое оружие Против Сларка Если Вовремя Кастануть MP Никого Не задел Своим Гост Волком Не знают О том Что он Здесь Нету Никакого Вижена Готовится Принимать Это Первая Драка Со Сларком Будет Ему Восстанавливают Ману Пошел Рассказ У Больши У Больши Есть Ультимейт Очень Больно Юниверс У Сларко Очень Больно Маны Нету 5 Секунд Стики Сларко Это Был Прохладный Врыв А со стороны Сларко Дарксир Был Очень Далеко У Дарксира Айм Шелла Который Существенно Апает ДВС Он Под Ними Разрывает Почти Любого И В очередной Раз И Випи Делают Ту Жю Ошибку Которую Они Сделали Снизу Они Ворвались 4 На 5 И Ег Продолжает За Подобное Наказывать Урвались Ту Молодец Хороший Вакуум Отличная Стенка Но Дэмэн Нет Дэмэн Твой Дамбагер В таверне И Сейчас Еще Эльфи Соберутся Да Ну Просто Ошибка За Ошибкой Сбирают Стрикс Инвокера Вдвоем Решили Напасть На Четверых Героев Фактически Да И При этом Нету Того Убийца Который Способен Всех Покарать То есть Вот Есть Инвокер Но Как мы Видим Сейчас Им Плотно Занялись То есть Даже Несмотря На То Что У него 4 2 1 Но По Нетворцу Он Пятый У него Одни Фейзы Он Восьмого Уровня А Это Уровень Как У Визжи Она Помнит И Суппорт Товарищи И Сейчас И Нужно Избегать Всех Драг 5 И Стараться Гангать Башню сил Тьмы На верхней линии Атакуют Бивать Ибет По одному Драга Была Не очень Удачная Там Еще Отмечу К тому Что Ты Сказал То Что Сларк Использовали Кларити На него Или Он Сам Использовал Кларити Но Даже С Учетом Этого Кларити У него Не было Мана В итоге Он Нажал Дарк Пак Паунс И Падал Дэнс Но Дальше У него Просто Кончилась Мана И он Не смог Уйти С этого Паунса Потом Когда Он Откатил У него Просто Нечем Было У него 100 ХП Осталось То есть Он В целом Выдал Свой ДПС Танковал И Дальше Шанс Не было Да И Вот Сейчас Берет И Уже Более Азывная Атака Вот Сейчас Все Грамотно Сейчас Эмв Начинает Действует Так Они Во-первых Бегают К Лесам Где Есть Варды Во-вторых Анислан Насларка Вешивает Щит А это Сильное Оружие И Посмотрите Он Разбирает Артизм Вот Так Вот Комбинация Работает То есть Вешай Щит На себя Вешай Щит Насларка Синхронно Врываетесь И Начинаете Сжечь Например Туже Дрорейнджер Или Баншу И Твое Считается В среднем 200 Дэмэджа В секунду У 180 Словно Прямо Шутер И Сразу же Переходят В путь Пытается В виде Откидывать Наделались И без стак Фига Но Стаки Формить Нек Нужны Нету Такого Героя Который Один Там Твона Зачистит Нужно В пятером Всем Сраться А сейчас Для этого Момент Не очень Хороший И гораздо Лучше Делать То Что Они Сейчас Сделают В пятером И позволять Себя Давить Я вот Когда увидел То что Корейцы Победили Колов С счетом 2-0 У меня было Ощущение Что Сейчас Будут Играть Нави Против ЕГ И Либо Они Две Играют ЕГ За 25 Минут Пойдут Тотальный Ол-ин Потому Что В лейте С ЕГ Воевать Очень Сложно Либо Опция Номер Два ЕГ Выиграют Тоже За 20 За 25 Минут Потому Что Нави Обычно Когда Играет В лейте Они Уступают Очень Многим Командам Вот Сейчас Ситуация Почти Один В один То есть Сидим То что MVP Не давит MVP Начинает Фармить И пока Полный Контроль Карты За ЕГ Они Просто Божественные Ой Тут Какой Выход Может От MVP Заходит Сейчас Если Удастся ЕГ Отогнаться Рано То Они Будут В большом Минусе Да Птички Палили Кью Врывается Есть Ультимейт Сразу же Уходит Начинает Фокусить Артизи Артизи Болен Но Кью Остается Здесь Абсолютно Один Отбегает Фареф Отличная Стенкостяжка Один Фареф Против Всех Но Опять Добавить Сюда Нечего Все Инвокеры Подходят Немножко Поздно Могут Забрать Сумаила Минус Сумарил Здесь же Нападение Забирают Дусика Но Очень Битый Артизи Он Может Только Отступать Хорошая Фессура Нужно Забирать Птичек На Птичка Дубу Еле Живой Дубу Идет Через Стенку Ничего Страшного Шейкера Забирают Два В два Размен Фир Пытается Сделать Телепорт И Продолжается Погоня За Юниверсом Юниверс Светку Он Не убьет МП Не убьет Может Находит Все-таки Дроурейнджер Грингио И Наказывает Ее Размен Получается Три в три У нас Суммарный Очень Очень Опять же Степенно Скажем Входили МПП В эту драку Хотя Им бы Наверняка Хотелось Войти В нее Именно Как-то Порезчик Под вакуум Дать Рассказ Хороший Ну И Все же Они Остаются В плюсе Потому что Забрали Героев Поле Ценных Плюс Ко всем Были Чуть Чуть И Сейчас У них Появится Ряд Ключевых Как Мекан Дарк Сири Которой Не Было Так Да Ну И Также Добавлю Что В этой Драке Отлично Сыграл Шейкер Шейкер Чертов Бог Когда Ворвался Сларк Прожал Шадоу Дэнс И был Готов Убивать Дроурейнджер Шейкер В Шадоу Дэнс Умудрился Дать Фиссуру Мастерные Мастерные Ребята Им Сейчас Суды Заходят Прямо Действуют Очередной Рейв Гео Таск Масс Таск Пасс Дроурейнджер Хорошая ЕМП Сларку Нужно Валить У Сларк Прожимает Шадоу Дэнс Хорошая Палка От ВД Забирает Шейкер Но Подходит Банша Дроурейнджер И Нужно Бежать Нужно Бежать ВД Потому Ничего Он Сверх Ариф И Более Того Он Не то Что Уже Там Находится Он Всю Драку Там Находился Он Дофармил И Грейвзы И Судя По Всему У него Был На Кулдауне Телепорт Он Просто Не Собирался Сюда Приходить Поэтому Изначально Дрались Меньшенств Разменялись 2 в 1 Ко всему Аегис Достался ЕГ И ЕГ Здесь Ну Свою Настырность Вот Эту Реализуют Вполне Вот Плюс Ко всему Отмечу Что Аганим Появился Ну Я Добавлю Что В этой Драке В очередной Раз Ворвался Сларк Снова Он Был Готов Всех Убивать Но В этот Раз Таск Хотел Закрыть Сларка И Всю Остальную Компанию Чтобы Сларк Уничтожал Он Его Отгородил И Сларку Пришлось Бежать Пока ЕГЭ И Ведут И Забрали Рошана И Ну Так Смотрят Чуть Получше Но Ведут Они Совсем Немного Они Ведут Порядка Четырех Тысяч Золота И Даже Чуть Чуть Утупают По И Думаю До Покупки БКБ Всегда Есть Шанс Дать Хороший Рассказ Если Они Смогут Попасть По Всем Как Участки Он Нападает На Артизи То Не Смог Уйти Разменялись Один Водер Ну Централиз 2 В 5 Порядка Просто Жил Опять Всех Стянул И Ну Смог Хотя Б Своего Сларка Хоть На Кого Разменять Хоть На Этого Шейкера Так Артизи Сейчас Умрет Просто От Сво Иллюзии Если Еще Раз Перейдет Через Стенку Но Нет Он Решил Этого Не Делать Ну Отлично Сыграно От ППД Инвиз Реализован Да Еще Нападение Хороший Рассказ Очень больно Артизи 29 КП По-моему Проще Вообще Умереть Или Захилиться Как-то Очень Тяжело Потому Что Я Не Вижу Здесь За счет Чего Ему Дэд Килить Проще Отойти Вообще Забрать Вышку Через Банши Пока Нет Сларка После Этого Мы Отходим Все Без Так Поступают Артизи Отходят Действительно Нечем И еще Оегис Успеют Реализовать Ну Что ж Очередная Вышка Пад Очередная Драка Не в пользу MVP Но Почему же Они Сохраняют Все Еще Какую-то Экономическую Курентоспособность Что ли Все Очень Просто Два Медаса Против Руля Медасов И Эти Медасы Они Нереально Тащат Они Были Собраны Довольно Рано До 15 Минуты Они Реализуют Себя И Также Добавлю Что Частенько Частенько Они Дерутся 3 на 5 2 на 5 4 на 5 В то время Как Егэ Перемещается В большинстве Случаев В четвером И к ним Летает В фурион Поэтому Пока Пока их Союзники Умирают Они умудряются На фарм Вот такая Вот стратегия Как мы видим В макро Корейская команда Достаточно Сильна Пусть Где-то Они Проседают В каких Моментах В этой игре Но Их стратегия Пока что Позволяет Им отыгрывать И вполне Достойно И в общем-то Стоит сказать Что здесь С покупкой БКБ Многое может Измениться Но Как для Кап команды Так и для Другой Оно очень важно Потому что С одной стороны У нас Шейкер С другой стороны Вообще Дарксир Плюс инвокер Плюс Каски Плюс Тукар Против всего Этого БКБ Очень нужен Согласен Но Я думаю Все-таки ЕГ БКБ Понужнее С ним Они будут Почти Неуязвимы Да Здесь Ну здесь Все герои Больно бьют Да Сларк Казалось бы Кэрри Но Ему нужно Очень много Артефактов И очень много Ремни Чтобы он Начинал Больно бить Потому что Дарпакт С Паунсом Это магия Пассивочка Работает Не только Краун Сделал Много Ударов И ЕГ Могут Себ Стягивают Разрушены Врага Стараясь Там Неравная Да Стараясь Как-то Но у них Это естественно Не получится И самое время Потихонечку Пилить А3 Утимейт Большой Скоро Будет Питер Все еще Без блинка Несмотря На такую Неплохую Ситуацию Все-таки Саппортом Тяжело Тир 3 Пилят Слард Заходят Очень сильно Рискует Фареф Также Попадает Под стан Под сайленс Но Удается Отбить Неплохая Стенка Стяжка Порево Закрывает Пошел Кьюо Бьет Артизи Артизи Пытается Его Кайтить Кьюо Сбирает Кьюо Получает Саунд Больша Стоит Отличная Фессура Сбивает Моментально Десвард Пытается Хоть как-то Надамажить Тут Покатился Один Питерых Нужно Тускару Отсюда Каким-то Образум Бежать Но Это Не Посильная Задача Просто Выиграл Немного Времени Но За счет Этого Сейчас Упадут Закончатся Ульты Больши И нужно Отступать Наверное Продолжают Лезть За счет Сумонов Больша Идет Дальше Выгрызается Кьюо Стягивает Большу Обратно В стенку Кидают И каски А Сумаил Тошка Загулял Пошли Еще Касочки Буквально Пару тычек Кьюо Идет За ним Паунсом Не достает Вынужден Ходить На блинке Шейкер Ворвался Отличный Рассказ Но нечем Добавить И в итоге Шейкер Умирает Однако Упал Рейнджовый Барак И это Первая Небольшая Но Все-таки Победа Хотя бы В такой Игре Довольно Важно Учитывая Что они Пошли В такой Тотальный Сплит Буреном Саганимом Этот Барак Он Многое Значит Да И добавляю От себя Что в очередной Рейнджер Аегис Ну в итоге Он ее не убил Она там Отбежала Аегис Упала В очередной Раз Отхилилась Но В это Время Самой Устояла На передовой И своими Духами Месил Нападение На миде Нет В Катюру Скар В этот момент Заходит Слар Иде очень больно Аегис Поднимают Старков Воздух Сайланд Уже Тоже Нет Сейчас Уйдет Просто Ультимей Пошел То Что Творит Аккуратно Бежать Иг Потому что Стать в позицию В позицию Стали Отлично По Таврам Отлично Начинает Наваливать Уходит МВП Да Уходит Ну и самое Время Рождаться Ультимейта Бойничая Кон закончится И снова Пойти Сейчас Можно прыгать Пошел Сларк Нашел Визажи Начинает Замедлять Не получается Топорика Нет И Ставр Сейчас Шансы Совершить Камбэк Есть Кримис Есть Вал Оф Реплика У Дарксира Про касту Инвокер Вообще Почти Есть Почти Все Кроме Шалу Дэнса И На месте Игры Нужно Валить Вы Сейчас Не Надфидить А Лакрить У нас Сларк У него Уже Скадит Тут Покупает Блин Пошел Сларк Дальше И подцепил Подцепил Очень больно Сейчас Сумаил Его Стягивают Стенка Минус Сумаил Отличная Игра В Кио Поймал Этот момент Это очень похоже На вторую игру На мейджоре Просто Один в один Ег Думировали Но В какой-то момент Мвп удается Сделать Камбэк По миду Но Здесь Ситуация Гораздо Более Ровная Там Ег Вели Очень Сильно Курьер Бит На миде На Эчер С профитом В этот момент Еще Будет Бараки На верхней Линии Нужно Думать Об отступлении Мвп Кажется Они отходят Так Что у нас Было В Курьере Быстренько Отчекаем Это был Блинкдагер Фебби У нас Еще Три минуты Побегает Без Блинка Хочется Отметить Отличные Айтем Билды В целом На этом Турнире От Некоторых Игроков Например От Такого Парня Как Фариф Его Айтем Билды В фурионе Действительно Были Очень Эффективны И Сейчас На Фамильяров Очень Крутой Артефакт Один Из лучших Вообще В доте Если Хочешь Ее Контрить В свое Время Даже Баловался Этим Пей Который Брал Подробный Артефакт На Энигме Но Так Получилось Что На Доксире Он Смотрится Получше Ну И Он Как Танк Идет Вперед Впитывает Полез Маки Сейчас Фебби Садал Сна Кью Он Реагирует И Фебби Заберут Главное Не сидеть Так По одному Им Это Может Столкнуть Ну В принципе Фебби Можно Сказать Что Неплох Сыграл Потому Что Он В итоге Запалил Смоук И Никого Не убили Ну Как бы Тусик Сейчас Довольно Слабым Забы И Валить ВД Нашли Ты Проблемы Увд Его моментально Стерли Уже Минус Два Суппорта Команды МВП И МВП Нужно Помнить Что Есть Глобальная Острота Ну Такая Полуглобальная Не такая Как Зевспектра Но Все же Здесь Есть Курен Прилетает Тебе На голову Где-то Там Издалека Влетают Рептицы И Если У тебя Нет Тангусиков Как В данном Случа У Вичдоктора То Ты Моментально Падаешь Сов Ноль На Выживание У тебя На В итоге Потерять Одного Саппорта Не Очень Страшно А Вот Потерять Двух Саппортов Это Уже Потеря Инициативы Как Следствие Отдают Рошана Не Смогли Ничего Смогли Вообще Вот Да То Что Я Говорил То Очевидно То Что Рошан Появится Очевидно То Что ЕГЭ Скорее Всего Его Пойдут Забирать Забирают Они Почти Моментально Учитывая Какой Который Может Вообще Всех Там Отгородить И Свой Шанс МВП Потеряли Они Вот Фиданули ЕГЭ Молодцы Наказали Теперь Нужно Каким То Образом Выбить Этот АЕГЭ До Того Как ЕГЭ Дойдут До Рампы Если Они Дойдут До Рампы То У нас Повторит Ситуация Предыдущей Драки Опять У них Будет Один Неуязвим Герой Опять Они Выберут Слишком Крутую Позицию Просто Сумонами За счет Ульта Банши Под конечку Наковыряют Так У нас Пауза Есть Небольшой Плюс Что АЕГИС Отдали Артизи А Артизи Сейчас Не такой Танковый Он По Нетворцу Находится Четвертым Снизу У него 1300 ХП Ладно Будет 1500 Когда ПТ Переключит И Он Падает Очень Быстро Сейчас Не самый Сильный Если бы отдали АЕГИС Визажу Который Чуть Потолще Может быть Фурион 1600 ХП И бьет С руки Очень больно По 117 Плюс 117 Вот Ну а тут У всех Суровый урон Из-за Вот этой Ауры Которая Дает 6 Дамеджа Такой Неплохой Дамедж Дилер Даже Визаж Без Ну Небольшая Пауза Я уже думал Что нам придется Тоже Как Майло И адекват Рассказывать Там Невероятные Истории Из мира Доты И не только Ну я думаю Они там Все уже рассказали Ну много Не У них там Скажем так Они по одной Теме И Что Мы Можем У нас еще Огромный Простор Но Надеюсь Что Мы будем Гарить На доте Пауз У нас Больших Не будет Так Смог Разбивает ЕГЭ Появился Блинк На шейкере Все еще Тусик Блинка Это На самом деле Это Довольно Приятный Артефакт Против той же дровки Быстро Ее добежать Быстро Срезать Дэмэдж Пытается Убежать Главное Остальное Убежать Тай Другого Ни в коем случае Нельзя здесь драться Сларк Уникапасть Универса Трясающий Спрутан С тебя Вытолкну И валить Беги Дали одного Вот Место этого Пошел Сларк БКП прилетел И он тут же Б пользует его Для того чтобы Напасть Отличная Реализация Водолага Кретину Опять его Закрывает С круты И очень больно Сларк идет дальше Все еще есть У него ультимейт Пытается Чайград Кио Вайбэк от Дарксира Моментально Пока что Размен 2 в 2 Снова От Тусика Тутик Уходит Тусик Все еще живет Тусик Сларк Врывается У него все еще есть Ультимейт Уходит Пульт Должен забирать Фира Минусует Фира Моментально Все стоят в стенке Банша Очень неплохо Откиливается За счет Ультимейта Также Сифон Ставит Сайсвол Не замедлить Такое ощущение Самаин Вы кайти Просмотри Один против Твоих Нужно как-то Помочь Подходит Сюда Иллюзии Правда Это не его А чужие Забирает Также у нас Баншу И Випи Боги Как же Они хорошо Разобрались Тут еще И Базу Нормально Все Быстренько Быстренько Здесь зачистил Инвокер На хосте Был Долгое Время Так Нападение Здесь Отдача Фамильяров Нужно Забрать Хотя бы Одного Я вообще В один момент Когда быстро Сбрыли Дарксира Он не успел Дать Вакуум Он не успел Поставить Стенку У меня Была мысль То что Сейчас MVP Конец Но Шикарный Байбек Ситуацию Изменил Вернулся И как Красавчик Зацарел Пареф Нереально Хороший Кью Кью Нападение Нашел Ой Заходит Скади Замедляет Тут же Дефуз Еще одно Замедляет Идеальная Фиссура Как же ППД хорош Правда Пошли дальше Вот это Неожиданность Падает на Артизи Артизи Погиб При этом Можно еще Кого-то Забрать У Сларка 29 стаков 87 ловкости Кью Как питбуль Вцепился Сейчас Вывел Geniuses Ему прилетело БКБ Буквально За несколько секунд До этой драки И он Туже Использовал Для того Чтобы сгрызть Шейкера Который Не сделал В драке Ровным счетом Ничего Подалакрити Наформил себе Миллиард стаков И в целом Действовал Очень неплохо Еще Инвокер Как только понял Что Банша Под хостой Тут же диспелил Также отлично Отыгрывает Импи У нас Все лучше И лучше Разыгрывается И корейская Боевая машина Набирает Как мы видим Что в лейте Исполнение у них Тоже знатное Как мы видим Да Они прибавляют Не по дням А по часам Каждым разом Все лучше и лучше И я думаю На месте Егэс Стоит все таки Задуматься О том Что хотя бы Той же Дрорейнджер Начинать покупать Блэкинг Бары Все таки Она слишком ватная И падает очень быстро С БКБ можно убежать От Сларка Ну не от Скади А вот от Паумса С БКБ можно Не бояться Инвокера Не бояться Там всяких танов То есть много чего Можно сделать С БКБ Но вот Артизи Пока сопротивляется И пакует Рейди Фуза Ого Ничего себе Этембилд у него Перевращается Венери Потихонечку Сларк Видит врагов Флаг заходит Спрайс Блинка Уйти Пипеди Не зацепили Конечно Подал актрите Он бы его моментально Разорвал Как И Он его разорвет Где БКБ БКБ Пошло Пипеди Дает фиссуру Но это уже Минус Пипеди Покер Устается фраг Его пошел дальше У него все еще И струкни Пойдем Ож же мой Остановите Этого парня Уходит в инвиз Получает первый сайланс Подтягивается Команда Ходит Отходит Братненько Здесь Сумаил 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 поднимает Вову и Ул Но оказывается Закрыт Включает Госкипетр Тут же Ой боже мой Какой вакуум В стенку Двоих героев Больше здесь Просто нету Возвращается Начерс Профит Кексик Кью Кью Нужно спасать Каким то образом Туржево Выталкивает Боже какая игра Сейчас от Пускара Он просто Вытолкнул Своего Сларка Банша Поднимает себя Возвращается Фэйпи Еле живой Баншу Нужно убить Но он откиливается А Докторина Нереально Кью Уходит на Паунсе Все живут Никто не умирает Фариву удается Забрать Наконец-таки Боже мой Какая фантастическая драка Убили одного Дарк Да В этот момент Снизу упал Барак Но там Героическими Усилиями Своими Эмпи Защищал карту От нашествия Деревянных Воинов Нэчерс Профит Сбирает Тускар Он сможет ли уйти За ним уже Гонится Сларк Паунь Фруты Отличные Просто Слэки И шарды Это лучшие Сплы в доте По этой игре То что имя творят Господин Юниверс И Бэби Это нереально Не просто Как форстаф Использует Сталкивается С доступных Согласен Так Ну и теперь Игра подуспокоилась Теперь я уверен Что Егэ Чувствует Опасность Если они еще разок Вот так вот Пойдут Фиданут То корейцы Вернутся в игру И нужно Теперь Желательно Бегать только вместе Потому что Тут очень много Булок Визаж Даже несмотря на то Что у него Шива У него Аганим Но Сларк его Месит За счет Дарфакта Моментально Сбивает все Стайки Следуя за этим Шейк Мы видим Что если Сларк 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 Он падает Моментально И я думаю Вот в этот момент Мак Капезанская война Заканчивается Что Сларк Что инвокер Очень хорошо Ловят Всех И нужно И нужно Играть Пократней Надежнее Очень крутые Варды стоят Сейчас у команды MVP В том числе Как у EG Варды Поскромнее Не смогли Зайти Достаточно Далеко И мы видим Что EG Начинают Баковать Артефакты На мобиль Для того Чтобы Просто Как-то Вражеских Героев Дизейблить MVP Просто Покупают Себе Брайны Бойный Такой Item Билд Если Посмотреть На Сларк У него Бакбей В принципе Достаточно Его Очень тяжело Забрать Инвокер Пока что Пакуется В кастера И ничего Более Darkseer Надел на себя 100-500 Одежд И у него И такая Кираса И такая Кираса И сапоги Огромных Размеров Которые Дают ему Нереальные Статы И этого Darkseer Очень тяжело Пробить Даже с так Это еще не предел Он еще будет Убрать Ну и также Хочется отметить Как сейчас Хорошо Speedpush От ЕГЭ Ну то есть Как мы видим Они не показываются На линии Вообще Нашли Сумайо Хорошая Писурка Отлично Врывается Шейкер Фокус От ВД ВД Моментально Упал Кьюзо Застрял Застрял Никуда Не можно Деться Отличный Сайл Не нажимает Darkpack Спасает Его Фэйби Фэби Вытолкнул Нужно Убегать Очень удачно Забайтили ЕГЭ Идеально Так Опять Два саппорта Падрует Но всего лишь Два саппорта Могло Здесь упать Гораздо больше Сларк Очень удачно Ты видел Какой это был байт Она специально Стояла на руне Понимала Видимо Что кто-то Возможно Захочет ее взять Шейкер Стоял так Чтобы можно было Перекрыть И нельзя было Спасти Ну и Неудачный прыжок Сларка Видимо Хоронил шансы MVP На хорошие Шансы В этом замесе Ну очень сильно Отыгрывает ВPD Он своими фиссурами Просто ломает У него 0.8 Но на самом деле Вот эти фиссуры Они позволяют ЕГЭ гораздо лучше Драки проводить Потому что Сларк оказывается Отрезан Там половина героев Просто подстанены Не могут дать свой раскат Саллс Отличный Фарива Фарив скидывает себя Но тут же получает Хекс сверху Форстап от Вич Доктора Фарива Еще раз форстапят Как же они Спасают друг друга Это корейская команда Их просто невозможно Взять голыми руками Но в этот момент Сумона ломают базу Пиньков удается разобрать Но это только пинки Миллиары улетают У них основной демэдж В этот момент Призажа находит Сларк Он просто Слишком мало Нужен башер Сларк Нужен башер Ну да Вот на такой стадии игры Когда ты в принципе бегаешь Почти в 6 лотов Нужно только Продать миды И от тебя делают ТП-аут Нужно срочно Покупать башер Или МКБ Чтобы были хоть какие-то шансы В инвизи Шейкер сейчас находится Ии Может сейчас Убить MP В ляр рядышком В соло В соло убьет Как бы в соло Да не в соло Ай-яяй-яй Жадный Жадный ПпД Я думаю Убил бы Если б А нет У него ульта нет Ну Такая вероятность Да Вот с ультом бы точно Убил Но без ульта нет Сларк тем временем Находит Артидзи Артидзи Есть большие проблемы Нету БКБ Сларк включает БКБ С мушардами Минусует Вражеского керрию Опять отлично И вероятно, агрессивный. В этот момент отходят Шейхером, поднимают его в воздух. Вместе с Фурионом здесь два героя, падает один. Фурион пытается сделать телепорт, но от Тускара и Дарксира не убежать. Это минус три. Гуляют, ребятки, гуляют. Что еще сказать? Вот то, что я говорил, 5-8 минут назад, что как-то вот стараться бегать по одному, разводить, это очень тяжело сделать, когда тут настолько одетый Сларк и при этом бегает инвокер в инвизии и палит тебя. То есть нереально ЕГЭ, бегать сейчас по одному ЕГЭ нужно полностью на тимфайтах, иначе Сларк и инвокер будут все это фармить как булки. Да, ну давайте посмотрим на артефакты, потому что времени у нас практически нет, на это все смотреть во время драк. Фир купил себе Шиву, Аганим, Аганим, Хекс и Мелштром у Юниверса, Госкиптер появляется у Баншина, он достаточно давно тоже выходит в броню. Артизи прокажется просто на статы и собирается. Выход на Рафстану. Вот, верфляй спорно, есть уже миссы у Визажа, если сейчас он собирает миссы, то я думаю, Кьюо, он прекрасно понимает математику, просто купит себе МКБ и в итоге одним разом нивелирует Сларкрест, ну и следит за этим бабочку дровренжеров. То есть бабочка и выживаемости сильно не прибавит. Пока у Артизи вообще тяжело играет, что-то смотрит на 7, он по-прежнему четвертый по Нетворсу в своей команде и как-то оптимистичных шансов за месте у него представляется. Ну и не дает подняться этой дровке, да и в принципе в игре, потому что дровка, какая бы она ни была сильная, если, ну, один на один со Сларком, даже у которого очень мало стакков милишник, он смотрится пожестче. И, ну, особенно если срок прикупит. Говоря уже о ситуации, когда Сларк наберет несколько таков на каких-то там героях. Ну, сейчас у него есть сыр. Также хотелось бы отметить пара форстафов команды МВИ. Форстафы сейчас, ну, поставят ситуацию, что на мейджор Артизи не раз на мейджоре оставался на своем шестислотовом с войне сидеть как? Двумя рапирами. Двумя рапирами. Форстафы уже парочку раз спасали Сларк от такой же участи. Сларк находит. Находит Фира. Нападение на Фира. Есть сыр. Нужно Сларку убивать моментально, но он прожимает БКБ. И теперь очень тяжело. Просто не отпускает Фира. Фира очень больно. Сларк забирает визажа. В этот момент вакуум. Очень битая дровка. Дровку также разрывают. Юниверс! Вот такой урон. Юниверс чудом уходит, но сможет ли... Попадает под айсвол и вряд ли он что-то сделает. Фарев нужно отступить. Фарев падает. Снимает себя в воздух. Сумаил вытанковывает по максимуму, но и его забирают. Шекер на хосте. Спасается бегством. Ничего он не смог здесь сделать. Это минус 3. Но в двоих разменять. Так плохо. Отличный смок ганг продемонстрировали. Моментально вырубили визажа. Вообще он ничего не успел сделать. Ну, там остались тички, но все-таки он тоже боец. У него очень хорошие арты. Опять нашли артизм, который нанес им 26 демеджа. Ну, согласись, это не демедж для кэрри. Ну и единственный, наверное, кто потел за всех, это Сумаил. Байнша пока отыгрывает эту игру божественно. Но наши ТПП проблемы. Холд снап, ЕМП. ТПД нужно убегать на подход. Кьюо и зверствует. Ну, а Кьюо делает очередной фраг, но база-то. База потихоньку падает. Рейнджовый барак на центральной линии. Птички летят. Нужно птичку убивать моментально. Как грязно. Вот если АЛАИМС начнет играть их стратегиями, все, это будет сильнейшая команда на планете. Потому что довольно-таки смешно смотреть. Никого нет на базе. Есть только пиньки. Летят птички, и они убивают базу. Такими простыми действиями. Ну, а сейчас нужно вызывать визажу новых, скорее всего. Потому что этих отдавать не очень хочется. Неужели одно отдаст? Да. Одно отдает. Дальние живут. А Кьюо, шесть тысяч. Шесть тысяч голды. Эбисал, однозначно. От этого с Ларкой невозможно быть с Теббис. Или МКБ. Я голосую за МКБ. Или МКБ, кстати. Да. Супербаш. Ну, таки, 35% миссов. Это весомо. Это может повлиять на исход боя. Кто его знает? Может, вообще там что-нибудь еще поинтересненькое. Суперудачный, он просто мажет. Может быть, да. Не, есть такие ребята, которые... Ладно, 30% все равно 2-3 будут ударить. И именно когда ты собираешь... Именно когда ты думаешь, что так не произойдет, такое всегда происходит. Особенно в самых критических ситуациях. И даже такой игрок, как Фир, который вот за командой ЕГЭ. Он когда-то уже думал, так, играя на Ластере. Но вот Кьюо, видимо, из его школы покупает себе башер. Ну и теперь будет мешать бить тем. Да, уже полный такой запах есть у МВП. Необходимый у саппортов по госкипетру. То есть Тик не пробить этим жестким физическим дэмэджем будет. И от ульта тоже будут уходить. Дарксир покупает себе как раз-таки Шиву. Но на его месте, я бы не знаю, но еще больше брал какой-то выживаемости. И просто танковал по максимуму. Потому что это все, что нужно ему в этой игре. Учитывая то, какие у него слоты, я бы сделал ставку, что он может купить себе Актарин. С Актарином он понизит КД на Айншелл. Как мы видим, БКБ до сих пор нет у тебя на 43-й минуте игры. Ни одного. И если ты вешаешь Айншелл на Тасика, на Сларка и на себя, то там будет уничтожение всего, что увидит ребята. Сильный комбан. И при этом отхил, при этом ски, при этом еще большее количество ХП. То есть вообще вот в его сборочке это выглядит идеально. Да, конечно, нереально абсолютно драки вот эти вот в МВП, когда получаются. Когда никого не удается. Каждого героя очень тяжело забирать. Это вот мой первый день против команды OG. Это было очень круто. Но ЕГЭ, конечно, показывает максимум. Пиди. Ага, улетает. Я думал, он тут стоит, чтобы забрать инвокера. Но вместо этого он решил уйти. Нету птичек никаких. И, видимо, не решился там лететь. Фурион тоже побоялся. Да, мало ли кто-то будет рядом, вы просто отдадите двух. Передаем привет нашему Койс. Да, или Филипп, наверное. Не любит обычные штуки делать. Вы все видели. Ну, кстати, да. Бутсов Тревел второго уровня. Ну. Вот, да. И, кстати, хочется добавить, что помимо вот инвокера, Бутсов Тревел нужно, видимо, уже покупать многим. То есть, например, Дарксиру хорошо себе купить. Чтоб можно было в драки прилетать. Может быть, Сларку стоит там себе вместо ТП уже взять. Все-таки 6 слотов. Ну, и при этом Дэмп пытает, надо линии спасать. Ну, что вот Дарксиру вроде бы дэйфит базу, но вроде старается что-то сделать птицам. Но, видимо, он очень медленно с ними справляется. Да. Кончику база ломается. Появились новые птенцы. Фир их перезвал. Продолжает защищать свою базу. Ну, пока просто вот не выйти с базы. Это в этом большая проблема. Даже не важно, сколько фармят. Понятное дело, что за счет уже... ...продал. Они потихонечку выходят вперед, плюс еще и подфармливая пеньков. Но если они так с базы не выйдут, это... ...двойной урон! Пошел искать. Найдет вард сейчас. Увидел вард. Имбо гем взять, они вот так вот уже доминируют, так агрессивно бегают, а их палят варды. Все-таки 45-ая минута, учитывая то, что MVP сравнялись, и они выигрывали все последние драки, то им стоит как-то вот по агрессии не действовать. Потому что ЕГС свою задачу знают. Они даже не думают, что там развести, загангать. Нет, они полностью игнорируют врагов и продолжают убегать от них подальше. Лишь бы не встречать. Кираса на Банше. Ну, нужно отвечать обязательно кому-то из игроков MVP. Кираса. Нужен обязательно Владмир против Банше, чтобы лучше держать урон. Все-таки, когда все имеют большое количество армора, и ультимейт значительно... Дарксир. Вот она бабочка, это самое. Так, и нападение сейчас будет на Фарева. Фарев получает ультимейт, но он супер толстый. Нереально толстый. И все-таки Хекс, и Фарев смогут пробить. Он сейчас нажмет Грейвзы. Он жмет Грейвзы. Жмет Кримсон Гард. Вакуум. Ирестерка. Вакуум, вакуум, вакуум. Не выпивает. Ай-яй-яй. Чуть-чуть не хватило. Да, не хватило чего-то здесь. Какой-то еще жирности. Но на самом деле, конечно, Шейкер и Начерс Профит в него все вообще выдали. Инвокер тем временем подалакрить и находит... Барджей. Одного взяли. Одного убили. Нужно бы еще одного забрать. Но один улетает. Но на самом деле, у Визажа-то новых ТОР. И еще 27 секунд будет, поэтому отбили. Ну вот, на месте Дарксера, что хочется сказать. Ему не обязательно подходить к крипам, чтобы пушить свои линии. Ему достаточно кидать чертки на крипов и стоять сзади. То есть, ему не надо подходить. Он стоит где-то там в кустиках. Может просто быстренько выйти и завязать Гвардиан Грейвз. Слез за этим Шиву. Но стоять вот так вот, как в Сларк, он не может. Потому что, как мы видим, его быстро разбирают. В миди инвокер. Красит. Визажа. И шплюет на нее и улетает. По-прежнему обе команды ждут Рошана. Интересно, будут ли как-то ЕГЭ на нем драться? Могут и отдать. Сларк воедет. По ее нападения на Фира, Фиру, можно, Сларк его не пощадил. По-моему, ни одного миссы не вырвает. Смотрел? Зачем МКБ? Ни одного миссы не вырвает. Обалдеть. Да. МКБ нужна. Я думаю, что даже... Так, Курьер. Курьер перехвачен господином Юниверсом в очередной раз. И там, конечно, ничего не было на этот раз. Но, тем не менее. А здесь, возможно, схватить персонажа поинтереснее. Эбисол. Вопрос еще, за кого голды получили больше. За ППД или за Курьера. Но, естественно, убить Шейкера это очень важно. Тем более, в преддверии Рошана. Даже если драться ЕГЭ за Рошана не будут, они постараются что-то спушить, снести. Там как-то все линии задавить. И... Ну, круто разменять. Так, инвокер. Забевают посадить фамильяров. Это, кстати, те же фамильяры. Если их сейчас убить, то это... Да, придется давать Рошана, если сейчас отдадут фамильяров. Один упал. Второго. Второго нашли. Видно-видно. Нужны шарды, чтобы напасть. Ну, вот, кастует Торнадо. И... Тасик. Так, вообще забил на этих птиц. Говорит. Где-то я их видел. И побежал на Рошана. Да, кстати говоря, если бы он сделал хотя бы одну дычку. Но одну птицу в любом случае убили. Их уже отдаются две. Это... Уважение все-таки атакующего потенциала. Плюс ко всему спору новых вызвать нельзя. Так, что у нас? У Дарксира Блинг появляется. Его, по-моему, не было. Как раз таки. И вот он станет чуть помобильнее. Сларк покупает себе сапог. У него 3700. У него уже съеден Муншар. То есть, фактически, он фармит себе седьмой слот сейчас. Тускар собирает себе фуртав. Ну, потому что фуртав про это все. А инвокер делает хекс. И, на мой взгляд, тоже не хватает мобильности. Какого-то может быть, Блинка. Для этого хекса. Ну, посмотрим. Я думаю, как-то он может... Ну, у него там есть мизик. Ну, да-да. То есть, у него есть власт, который бьет по всем. Может быть, верит в то, что он сможет отбиться, если на него нападут все. КМП играет хорошо. Считая вот того тяжелого старта, который организовал ему Сумейл в миде, он внув замес и все делает очень красиво. Ой-ой-ой, выходение. Вич-доктора. Вич-доктор может сейчас толковать. Вся весь... Дамаж Дарксир стягивает абсолютно всех. И что, будет ли контратака? ППД разбивают, а в него Эбисол ППД не может раскастаться. Дает ультимейтную дэмэджи. Маловато. ППД забирают. Пока что один в один размен. В этот момент забирают Дарксира. Это два в один. В этот момент бьет бараки. У бараков проблемы. МП подходит и начинает убивать. В итоге выбили байбэк у Дарксира. И Гэп подрались хорошо. Очень хорошо. Выиграли 3000 голды. Такой драки. Правда, потеряли еще ими. Да, они при этом не убрали рейнджовый барак. В базе осталось только 3 миличных. Но и Гэп, вот они так по чуть-чуть, полегонечку, потихонечку, но свои цели достигают. Ну, миличные бараки, говорят, потяжелее. Плюс ко всему, не будем забывать о том, что проиграв эту драку, точнее, выиграв эту драку, они отдали Рошана, того самого, и не смогли особо ничего сломать. Да, выбили байбэк из Дарксира, но сейчас у Сларка есть Аегис, и как его убивать, я вообще не представляю. Его очень тяжело будет убить. И у Инвокера есть Сир, и у него огромное количество денег. Ну, по поводу Аегиса, я бы сказал, что все-таки Сларку, ну, это сейчас немного лишнее. Его и так вообще никто не бьет за месть, никто не фокусит, и он занимает слотец. Конечно, это, правда, дает купить вторые тревела, чтобы он был помобильней, мог кого-то убивать. Но даже вот с этим Аегисом слабо верю в то, что MVP-станет до базы. Пурион, Визаж — это два очень неприятных персонажа, они не выпускают. Да, очень тяжело против них. Так, что-то у нас, видимо, готовы уже игроки Evil Geniuses. Да, они пишут, гоу. Согласен, это основной, наверное, вопрос этой игры, смогут ли выйти, в принципе, с базы. Потому что, если смог выйти, большие доли вероятности победят. Ну, чем останавливать? Дровка вот эта вот с бабочкой, диффузом и Яшей против вот Кларка. Ну, я не знаю, что она должна сделать, чтобы... Да, ему тяжко. Ему будет очень тяжко. Ну, и VP повардили. Большое количество вардов стоит во вражеском лесу. И сейчас, по идее, QO должен понимать, что раз уж нет своей Эмлису, то можно проверить свой. Потому что в очередной раз... Вот Дарксир, наконец-то, начинает действовать грамотно, старается кидать щиты издалека. Но Фир прекрасным образом убивает Крепов со своими птицами. Так, Дарксир стрел. Номер два. Прошли щитки. Надо, надо, надо Сларку идти вверху. У него Аегис. И, 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 и. Падение может быть сейчас на Фарева. Фарев кидает на себя Сурж заранее. Закрывают его. Тут же кекс. Фарев-то без байбэка все тут же кидаются на сейп. Устают ему два форстафа и Фарев. Фарев живет. Засейвили. Что теперь? Сларк. Сларк, три секунды, блин, сбил себе. Нападение на большую, большие 14 секунд, ультимейт. Нечем драться. Очень больно, Юниверс. У Юниверс стоит, нету телепорта, получается, на страйк минус Юниверс. Засейвили. Засейвили своего хардлейнера, как кусок мяса в голодные годы. Не отдали. Не отдали. Фарев молодец. Казалось бы, вроде бы, ну вот он только что чуть не умер, чуть не нафигил, но с другой стороны он стягивает всю команду ЕГЭ сюда. Параллельно он, ну там выбивает какие-то пидауны. И самое главное, что выживает. Кафф, Фарев, ну вот, из лучших игроков. Тем временем, Юношел ФД. ФД не знает, что он здесь делает. Вот один пида, он последний из всего, не слышал. Отличный Вижен у МВП стоит, они видели этого шейкера, инвокер спрятался в кустах, сларк купил вторые тревела и ворвался, не оставив шансов. Такому шейкеру стоять на базе и перекрывать вход. Все, это его максимум. Ну честно, на что он способен. То есть, его здесь уже разбирает, ну, почти любой. Здесь даже Таск ему уже объясняет. Атакует. В один на один под санстрайком. Ну, я думаю, что Таск, да, не самый слабый персонаж Лейдгеймикс. У него 0.9, у шейкера 0.13, у них реально соревнования. Первый фраг в игре. Ну и заход на ХГ. Да, Егис есть, Сирк, все. Они, кстати, Сирк передали, наверное, на Дарк Сиру. Какого они передали Сирк? Или съели? Просто положили на базе. Да, на базе положили, Фареев. Взять за него. Фареев взял себе тревела. Ну, вместо Водистоуна Сирта взять, благое дело. Нападение на Геок, его ничего не боится. У него есть все. Фареев тем временем пролетел в мид и не дает запушить. Все линии запушили Рейцы. Они то образом это сделали. Можно харасить. Харасить, да. Заходишь, два удара сделал, нажал Дарк Плак, и после этого делаешь прыжок обратно. А даже если как-то зацепить, у тебя Ирис. Да. И форстал. И нападение на Артизи. Артизи очень больно. Превращают его в свинью. Получает контракт. Минут Артизи. Есть байбэк. Будет ли байбэкаться? Байбэкается. Вич Доктор ставит палку. Палка. Кому-то не стреляет. Все убежали. Нападение в ответку. Эмп получает Хекс. Форсталфит Вов. Форсталфит. Все под Саунсом. Ну как ходят они просто отсюда? Форсталфит и на развороте. И на развороте сейчас пойдет драка. Когда закончится ультимейт у Самаила? Не знаю, как будут драться в ЕГЭ. Подождать, подождать, пока все это пройдет. Хотя Дарксир пошел уже, не, Сларк пошел уже сейчас. И, видимо, дальше разводит. Поднимает Таска. Подходит Кьюо. Подходит, начинает думать, кого же ему бить. В итоге, вообще, кого решил не убивать. Отлично пробивает его Фомильяра. Потрясающий Форсталф в очередной раз демонстрирует Фэйби. И вот теперь на развороте еще раз напасть. А теперь что? А теперь у Артизи байбека нет, ультимейта нет. Баринши, Артизи очень больно. Сларкова пробивает. Не ред дамедж. И минус Артизи. Артизи в таверне на 100 секунд. Фир вызывает новых Фомильяров. Сбивают ему. Замедляют Санстрайк. Это минус. Остается только убить птицы. Атакующей мощи не будет вообще. Юниверс полетел разменивать. Полетел пытаться закрысить какие-то бараки. Но видят его корейская команда. Кьюо уже пингует универсировала. Эмпи полетел. Эмпи полетел. Просто бежит домой Фареф. Для того, чтобы не дать закрысить Фуриону ничего. Байбек от визажа. Но бараки падают. Бараки неизбежно падают. А еще из-за того, что Фареф побежал пешком. У него сейчас будет порт обратный. Буквально через 20 секунд. А игр закончил. 7000. Как же много они бабла подняли. Сейчас бабочка МКБ. Вот один финиш. Очередной Хекс. И убежит. Вообще такие бесстрашные стоят. И рефрешер. И рефрешер. И медасик надо продрать еще. Сларку тоже рефрешер лично дойдет. Представишь, это 2 буркб, 2 бисвелл, 2 блинка, 2 шудудэнса. А было что-то подобное, по-моему, в игре против. Виртус про комплексите делали. Или сами корейцы делали. Ну, где-то на этом турнире был рефрешер на Сларке. Была игра, да. Он, короче, он идет, начинает бить Тауэр. Там было рефрешер, а потом он выкладывал рефрешер во время замеса. И вкладывал в себя там МКБ или что-то еще. Это, правда, было на каком-то азиатском турнире. Я смотрел там, тоже играл Кьюо, но уже вроде делал. Кьюо, хороший раскаст от инвокера. Баньша, есть ультимейт. Может подрубить. Шокер запрыгнул идеально. Это может перевернуть ситуацию. Но запрыгивает Дарксир и цепит всю свою кланту. Уходит еле-еле живой инвокер. Его нечем зацепить, он спасается. Дарксир на развороте. Стенка с тяжкой. Минус Баньша. Минус Шекер. Бока прожимает Кьюо. Разбивает Эбисла. Гол в Юниверсу. Юниверс под Маледиктом. Очень больно. Минус Юниверс. МКБ прилетает Сларку прямо в дракон. Стоит в Шадоу Дэнсере. Генит ХП. И я не знаю, как здесь будут отбиваться ЭГ. Они просто втроем. Ну, байбэк есть у Нечерс Профиту. Нет ульта Баньши. Что делать? Вот такого Сларка, я думаю, уже не остановить. Все. 7 слотов. Преимущество 20 тысяч голды. Огромное количество подсеев. Очень много хила. И ЭГ, по-моему, приехали. И Фарев запрыгивает. Отличный вакуум. По-троим. Раскаст Инвокер. Еще один раз каст. И взрывают. Буквально ядерной бомбой. Базу и Вилджиниус. Распытаются убить Фарева. Но Фарев в этой игре не собирается умирать. Нет, все-таки умирает Фарев. Нечерс Профит собирают еще и Тусика. В Госкиптор входит дубу. Но Инвокер. Инвокер начинает уничтожать Нечерс Профита. Байбэк от Тускарок. Йоу. Взращается в драку. Есть 10 стаков всего-навсего. Но этого хватает для того, чтобы разобраться с Нечерс Профитом. Четыре героя без байбэка. Это минус Бараки на миде. И сейчас можно ломать трон. Это год гейм. Да, вот это первая игра финала у нас. Просто с места в карьер. Вот это комба. Вот это комба Тускара с Инвокером. Как же они красиво взаимодействуют, когда Тасик всех закрывает и Инвокер туда закидывает свои спилы. Ну, просто красота. Сыр. Еще на базе. Все еще можно взять. У них хранят. БКБ взял Инвокер. Кто он продал? Форстав продал, взял БКБ. Ну, сейчас ЕГЭ ладно. У них осталась одна сторона. Вот так вот смок. Они нас ларка. Смотрят у него БКБ. Ничего себе. Он бегает, нас бьет. У нас многие герои. Мы ничего сделать не могут. Глядишь, они тоже... БКБ. Ну, да. Просто... Подумать, что против такого количества дизейбла и станов, там, вакуума, ну, вообще много всего, ЕГЭ захотят поиграть без фактов. Это очень удивительно. Вот сумаил. Вот сумаил. Молодец. Красавчик. Умочка. И теперь иди дай лечи артизи, чтобы тот же такой артефакт себе купил. Заставь ему что-то продать у себя, что-то полезно, и тогда у вас появится шанс. Ну, у Юниверса было БКБ, но как бы все равно не хватает одного. Его просто избивают, там, руками. Потому что все остальные герои ложатся с прокаст. Верно. Ну, посмотрим байбеки. Есть у Инвокера, есть у Сларка. Да, плюс ко всему сыр взял, или он так в базе? Нет, он всему так и будет до конца игры лежать. А вот он летит куда-то в эту курицу, супергруженная. Там Лоту Сорб, еще более неуязвимым, сделает одного из героев. Варка. Варка. Все на Сларка. Да, Лоту Сорб у Дарксира. Это еще, кстати, больше брони. У него уже 51 армора без всяких там баф. У него просто 51 армора, врыв. Ю, очень больно, но Лоту Сорб моментально прожимает. Не могут его запоксить. Раскаст Критен Вокера. Отличный. Значит, профит отправляет куда-то на пенек. Парев рывается. Получает стан. Рефрешер от МП. МП. Вакуум от Парева. Метеор. Класс. Все раскастовано. Очень-очень больно. Ставится Десвард, Вич Доктора с Аганимом. И Баньша, Баньша остается одна против всей команды. Фактически вперед падает Юниверс. Вот теперь действительно один Сумаил. Нужно что-то. Нужно чудо какое-то. Но чудо не состоится. И Гудгейм пишут Evil Geniuses. МП в первой игре, проигрывая порядка 10 тысяч. И половину игры делают камбэк и вырывают эту победу. Сыграли очень красиво. Наверное, одна из самых красивых игр, которые я видел за последние три. Випи, молодцы. Турнир у нас был очень крутой по своим играм, по их зрелищности. Но эта игра действительно достойна финала такого турнира. 0.16 так остается у ПиПи. Тусик все-таки сделал пару фрагов. 2.10. Но стоит отметить, что, конечно, на Шейкере делал максимум. Ну, просто... Просто слишком хороши были МВП.